В памяти воинов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сегодня в Волгограде в пойме царицы прошла военно-историческая реконструкция одного из эпизодов сражения на берегах Волги. За реконструкцией наблюдали губернатор Андрей Бочаров, заместитель министра внутренних дел России Александр Кравченко, руководители силовых структур региона, ветераны, кадеты и курсанты Волгоградской академии МВД России. Главными гостями реконструкции стали ветераны Великой Отечественной и труженики тыла Ольга Ильинична Серебрякова и Георгий Иванович Гусев, которые 6 мая празднуют свое 95-летие. Георгий Иванович приписал себе лишний год и ушел на фронт в 17 лет. За подвиги награжден 30 орденами и медалями. Жизнь прошла, я не считаю, что она бесполезна. Что-то я сделал для людей, что-то я сделал для Родины, для народа. Так что я доволен своей жизнью. У меня внуки, правнуки. Когда пришла война, Ольге Ильиничне Серебряковой было 10 лет. Но уже в этом возрасте она трудилась на заводе, укладывала снаряды в ящики для боеприпасов, затем восстанавливала Сталинград. Берегите нашу страну, защищайте ее так, как защищали мальчики и девочки Вторую мировую войну. Вечная память, конечно, недожившим до этого большого священного Дня Победы. Помните о нем. Это праздник, самый лучший в нашей стране. И всегда вспоминайте тех, кто не вернулся. Они остались такими молодыми, как вы сейчас. Растянувшись на 50 километров на подступах к Сталинграду, бойцы 10-й дивизии войск НКВД вместе с сотрудниками органов милиции и ополченцами первыми встретили противника. Главную задачу удержать позиции до подхода резервов воины-чекисты выполнили с честью. Затем ожесточенные бои уже в самом Сталинграде. Из 7,5 тысяч бойцов, вступивших в бой 23 августа 42-го, к началу октября в живых осталось около 200. Мы делаем еще один очень важный шаг в сохранении исторической правды о героических событиях Великой Отечественной войны. Нам очень важно знать, помнить и передавать правду о героях нашего Отечества, защищающих и защитивших нашу землю. С наступающим праздником Великой Победы жителей Волгоградской области и всех россиян поздравил заместитель министра внутренних дел России Александр Кравченко. Сегодня мы подтвердим то, что мы помним, мы знаем и самое главное об этом будут знать и знают наши кадеты, стоящие здесь втрою и не стоящие тоже. Они точно никогда в жизни не забудут, что такое Сталинградская битва, что такое 10-я дивизия войск ГВД, что такое победа в Сталинградской битве. Более 150 представителей военно-патриотических клубов Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, сотрудники регионального главка МВД приняли участие в исторической реконструкции. Все это производится в свободное от службы время, всем это нравится, все понимают, что это важно и все с большим патриотизмом подходят к данной задаче. Военная реконструкция показала несколько эпизодов формирования 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, передачу боевого знамени, хронику боев от Сталинградской битвы до Берлинской наступательной операции. Большой интерес у зрителей был к немецкой и советской технике тех времен. Советский танк Т-70, который дошел до Берлина и который в Курске битвой один из многочисленных танков был. Значит, два советских грузовика, это первый серийный грузовой автомобиль ГАЗ-АА, это легендарная полуторка, и ЗИС-5 трехтонка. Также 45-мм орудие, 45-ка. С каждым годом военно-исторические реконструкции Волгоградской области проходят все чаще, а размах все шире. В этот раз организаторы привлекли гораздо больше кавалеристов. Бывают походы, когда зимой и осенью ты проводишь по нескольку дней именно в тех условиях, в которых, собственно, и происходили эти события. И это очень сильно впечатляет, очень сильно мотивирует. Жители Волгоградской области все россияне всегда будут помнить о подвигах павших под Сталинградом героев. Они беззаветно любили своих близких и не жалели самого дорогого – жизни для защиты своего отечества. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей.